Поселок Южный на улице почти минус 30. В квартирах, конечно, не так морозно, но холод в них пробирается. В зоне поражения жильцы домов и воспитанники детских садов. Температура в них от 15 до 19 градусов. Хотя самая минимальная норма 20. Ты приходишь домой с работы, ты снимаешь одежду уличную и как бы переодеваешься, собственно, опять во все теплое. Надеваешь кофту, надеваешь носки. И только в таком состоянии ты можешь, собственно, находиться в квартире. Вот даже обои отходят от того, что на улице, когда холодно, здесь промерзает, здесь становится мокро, и они отходят. Это Барнаул, улица Попова. По словам людей, каждую зиму они в буквальном смысле выживают. Как только на улице становится минус, Анна Гавриленко не разрешает детям играть у промерзающей стены. И спят они тоже у стены напротив. На улице тепло, у нас тепло. Сейчас вот обещают опять морозы, но будем опять ходить дома в кофтах, носках. Вот плесень, мы ее подтираем. Обои недавно подклеивали, потому что прям черное все. Вот стена, вот прям, вот прям. Все, 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 все. И вот здесь вот, вот углы, прям вот это вот, все, вот это вот можно вот здесь вот снять. Вот наверху вот даже уже вот начинает опять чернеть. Внизу вон там вот все. Вы за детей не боитесь, у вас здесь дети будут? Ну а что делать? У меня другого жилья нет. Семья пыталась самостоятельно сохранить тепло в квартирах, но их усилий недостаточно. И мы обратили в сибирскую генерирующую компанию. Нам ответили, что все идет по плану. Источники теплоснабжения работают в надлежащем порядке согласно температурным графикам, задаваемым диспетчерской службой тепловой сети. Температурные параметры теплоносителя выставляются в зависимости от погодных условий и других показателей в целях соблюдения температурного режима в отапливаемых помещениях. В компании пояснили, что снижение температуры в домах часто связано с теплопотерями самого здания. Снижение щели в домах, недостаточное утепление или неправильно смонтированные вентиляции. А что касается Южного, специалисты ответили следующее. После смены источника теплоснабжения изменилась и работа тепловых узлов. И не все предписания СГК на домах выполнили. Если в вашем доме холодно, в компании советуют направлять жалобу. А еще придется утепляться. В ближайшие дни обещают морозную погоду. Дмитрий Дроздов, Анара Шагирова, Алексей Фризин. День с толком.